МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В том числе дворовые территории, сказал Золотухин. Также министр отметил, что сейчас идет работа, чтобы на дворовые территории были выделены денежные средства, как и на парке. Эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агасий Тыводян отнес Забайкальский край красным регионам, где тенденция роста заболевших коронавирусом отрицательная. Об этом сообщают РИА Новости. Так, число красных регионов в середине августа за месяц выросло с 12 до 20. Из зеленых стали красными Тверская область, Брянская область, Тывай и Забайкальский край. Из светло-зеленых стали красными Челябинская область, Северная Осетия, Алтайский край, Чукотский автономный округ и Камчатский край. В трудовой кодекс внесут изменения о дистанционной форме работы. Об этом заявил министр труда Антон Котяков в ходе заседания Генерального совета Федерации независимых профсоюзов России. Новшество позволит многим работникам трудиться дистанционно. Глава ведомства также подчеркнул, что основной задачей остается сохранение прав российских работников. Еще в июле Госдума в первом чтении приняла закон проекта об особенностях регулирования дистанционной работы. Документом усиливается защита тех, кто трудится удаленно. Им гарантируется время, когда сотрудники вправе не выходить на связь с работодателем. В Русской Православной Церкви призвали государство вывести экстракорпоральное оплодотворение из программы обязательного медстрахования. С таким заявлением выступил глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства священник Федор Лукьянов. Он напомнил, что церковь давно просит власти вывести аборт из программы ОМС, но встречает отказ. По данным Лукьянову, у педиатров есть серьезные опасения относительно детей, рожденных после процедуры ЭКО. Многие медики говорят, что такие дети другие по течению заболеваний. По психологии у них есть серьезные отличия, но не всем родителям это хочется признавать, заявил священник.